Виталий, приветствую тебя! Очередной эфир. Разбираем фундаментально то, что на рынке происходит технически. Делимся нашим видением, друзья, рынка с вами, чтобы у вас было больше информации для принятия, конечно же, торговых решений. Сегодня, как и обещали ранее с Виталием, когда разбирали речную ситуацию в понедельник, в среду будет день итогов ФРС. Событие, которое ни в коем случае нельзя недооценивать, даже не просто заседать ФРС. Обычно этот фундаментальный повод выступает хорошим триггером для движения финансовых активов. Но сейчас внимания к резерву еще больше, потому что американскому регулятору предстоит прокомментировать все последние макроэкономические данные, рост инфляции, который для многих является чуть ли не железобетонным основанием, чтобы ФРС отказался от стимулирующей монетарной политики и начал уже подавать сигналы в пользу в сторону ее постепенного ужесточения. Я сегодня, поскольку отвечаю за фундамент, традиционно небольшой ликбез хочу провести. Это займет немного времени, очень хочу донести свою позицию. Хочу, чтобы, друзья, те из вас, кто следит за нашим совместным контентом, у вас была не каша в голове, чтобы вы фундаментально оценивали перспективы того, что может произойти. Никто не знает, что будет сегодня под закрытие дня, как отреагирует доллар. Мы лишь можем предположить, что будет волатильность. Но в конце концов, только рынок нам покажет, где активы могут оказаться через некоторое время после того, как все устаканится и, возможно, сформироваться какие-то новые тренды. Мы будем, конечно же, следить за тем, что происходит, но заранее, до выхода, до публикации оглашения итогов заседания американского регулятора, до того, как пройдет пресс-конференция Джерома Пауэлла, я хочу обратить ваше внимание, что американский регулятор – это центральный банк, который в рамках своего мандата отвечает за два основных параметра. Это ценовая стабильность и ситуация на рынке труда. Причем, если мы сейчас будем говорить про рынок труда, то к нему есть определенного рода вопросы, потому что тот прогресс, который нам обещали в начале этого года, он не случился. То есть в США по-прежнему очень много безработы. По-моему, 7,5 или даже 7,6 миллионов человек – это, если проводить параллели с 2019 годом, сейчас рабочих мест именно настолько меньше. И проблема заключается в том, что очень многие, а может быть даже практически все те, кто должен был сейчас уже сидеть в офисе, не торопятся возвращаться на свои рабочие места. И кто-то считает, что основная причина – сохраняющиеся страхи за ковид. Люди боятся его подхватить. Кто-то считает, что причина – дети, потому что с ними приходится сидеть из-за по-прежнему очень небольшого ограниченного количества места не до конца и не полностью открыты в детских образовательных и таких вот учреждениях. Кто-то считает, что люди не возвращаются на работу, потому что они получают повышенные пособия сейчас от штатов, от федеральных уровней власти. И те чеки, которые набегают в рамках месяца, они фактически дают им возможность получать, если говорить о такой средней статистической семье из четырех человек, там больше трех-четырех тысяч долларов. Многие даже зарабатывают меньше, работая с девяти до шести или какой-то обычной графики. Поэтому, если мы будем разбирать те решения, которые обязан принять сегодня американский регулятор, я хочу донести вам позицию, что ФРС коснется темы рынка труда и признать, что на этом рынке есть проблемы. Занятостью есть проблемы. С темпами роста свободных рабочих мест тоже есть проблемы. Поэтому прогресс на рынке труда, он недостаточен, чтобы американский регулятор принял решение анонсировать ужесточение денежно-кредитной политики. Второй момент – это ситуация с инфляцией. К ней больше вопросов, потому что цифры говорят о том, что инфляция уже давно находится в зоне, которая не соответствует зоне стабилисти. Потому что мы видим рекордные показатели по основному показателю потребительских цен – это максимум за последние 13 лет по базовой инфляции, максимум за 29 лет, по-моему, с 96-го и с 95-го года. Но обращаю ваше внимание, что текущий рост инфляции, который фиксируется как в базовом компоненте, так и в основном, он основан на факторах, которые можно назвать только как временем. Во-первых, это высвобождение спроса. После того, как смущаются карантинные ограничения, поставьте просто себя на место любого потребителя, когда вы из-за ковида не имели возможности выйти из дома и потратить деньги, которые у вас есть. Сейчас мы видим, как все это потихонечку оттаивает, и потребители, которые накопили очень много денег, свободных денег, накоплений в целом – триллионы долларов. Вот последнее, что я видел, вчера Бенков Америка считает, что сейчас под подушкой потребителей США на 3,5, по-моему, 3,3, не помню точно, триллиона долларов больше, чем было в 2019 году. Ну, то есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что снятие карантинных ограничений позволило им вдохнуть в полной грудью и, наконец-таки, начать тратить на все, что они хотели. Товары длительного пользования, обычные потребительские расходы и так далее. И должно пройти какое-то время, пока экономика сама съест вот эту накопленную чрезмерную подушку сбережения американских потребителей. Сколько это время? Опять же, ссылаясь на ряд инвестбанков, это может быть 6-9 месяцев, чтобы США переварили вот эти несколько триллионов долларов. Второй момент. Почему растут цены в США? Это тоже фактор временный. Кризис предложений. Причем мне этот термин очень нравится. Я считаю, что вообще им можно объяснить все, что сейчас происходит в плане роста цен. Это проблемы с поставками, которые очень сильно затрудняют производство, очень сильно затрудняют дистрибьюцию. Сокращение производства – объективный факт, потому что американская экономика еще не восстановилась. Все помнят инцидент с блокировкой Советского канала. Он еще будет долго резонировать на мировой экономике, потому что потери мировой экономики из-за вот этого стопора – триллионы долларов. Пожар на одном из крупнейших мировых заводов, полупроводников – основа для большей части производства. Даже шторм в Техасе, вот эти аномальные погодные условия, которые были, все это спровоцировало дефицит, тотальный дефицит предложений. И этот во всем, в буквальном смысле, какой бы категории товаров мы бы ни разобрали, везде будет дефицит. Вот я вчера давал комментарий относительно того, что растут цены, потому что бешеный спрос на товары длительного пользования и на подержанные автомобили. Но, честно говоря, если мы сравним показатели продаж подержанных автомобилей в 2019 году и то, что есть сейчас, цифры будут идентичны. То есть спрос, он растет, но он не достиг каких-то аномальных уровней, из-за которых можно было бы оправдать то повышение цен, которые мы видим. Автомобилей просто меньше из-за тех проблем с производством, которые я назвал. И все, что я сейчас сказал, это указывает на то, что фактор последнего роста цен, базовых цен, основных цен, он носит временную природу. И доказательством того, что эти факторы больше связаны с временным периодом, это также подтверждается. И отсутствием какого-то перманентного ожидания у потребителей, что цены будут расти. Вот вчера, как ты знаешь, Виталий, вышел отчет по рыночной продажам в США. И если бы у нас было бы основание говорить о том, что бешеный спрос на все и сейчас наблюдается от месяца к месяцу, почему рыночные продажи просели? Почему они оказались на отрицательной территории? Мне кажется, может быть, истинно причину мы никогда не сможем узнать. Но я могу предположить, что более слабые показатели рыночных продаж, они как раз могут быть свидетельством того, что люди понимают, что текущий всплеск и рост цен – это временное явление. То есть им сейчас не нужно выстраиваться в очередь за третьим холодильником, который им не нужен, или за десятым телевизором, потому что якобы цены завтра вырастут еще сильнее. Они понимают, что пройдет период вот этой гиперболатильности потребительских цен, сезонные временные факторы локальные уйдут, и ценовая стабильность и в целом ценовая конъюнтура стабилизируется. То есть все ждут хороших времен и того, что цены пойдут на спад, потому что понимают и видят эти все системные факторы и причины. Ну и потом еще есть индикатор того, насколько опасными являются тренды инфляции. В экономике это показатели доходности облигаций. Американские трежерис – это же парадокс. На фоне такого роста цен не растут ни фига. Доходность трежерис снижается. Это как раз также указывает на то, что инфляционные риски не настолько значительны, чтобы сегодня ФРС испугался и начал анонсировать изменения денежно-кредитной политики. Вот после всего, что я сказал, я буду крайне удивлен, если ФРС сегодня так и сделает. Знаешь, что мы решили, что инфляция слишком высоко забралась, поэтому пришло время ужесточить денежно-кредитную политику. Я буду удивлен. Я прям не знаю. Можно сказать, что это для меня будет даже слово, ну, подобрать, каким-то откровением того, что рынок может быть настолько предсказуемым и непредсказуемым. Ну, в общем, покажет все сегодняшний вечер. В сухом остатке. Я считаю, я предлагаю перейти тогда к демонстрации. Я сегодня вообще хочу сфокусировать свои прогнозы только на одном инструменте. Да, послушал, согласен с тобой на всех аспектах. Кроме одного, ты назвал ФРС центральным банком. Сложно назвать это как стандартно. Ну, есть в России центральный банк, там, в других странах, Европа. Это больше бы назвать лучше частная лавочка. Потому что ФРС – это у нас, можно сказать, и центральный банк, там, государственный. Да, это частная контора, которая выдаёт, которая печатает деньги, имеется этого процента. Да, это точно. ФРС – независимый финансовый инструмент для манипулирования всем, что происходит на финансовых рынках. Согласен. По поводу ожиданий, именно как отреагирует сегодня рынок. Если, опять же, сегодня мы услышим, в принципе, в тех же самых формулировках, всё, что я сказал сейчас ФРС, это значит то, что нет причин менять монетарную политику. То есть ещё не время отказываться от стимулирующей политики. Потому что при всём том, что я сказал, хочу отметить, что ФРС не сможет решить проблему кризиса предложений. ФРС может только повысить процентную ставку, но все прекрасно понимают, если повысить процентную ставку, заводы не начнут работать быстрее, автомобилей не будет становиться больше. И повышение процентной ставки Федрезерва не реанимирует производственную линию вот этого катастрофически просевшего показателя производства полупорняков завода в Японии. ФРС своими процентными ставками не сможет решить проблему от климатического характера и сосылаться, опять же, на аномальные холода в Техасе. А вот наломать дров и создать больше трудностей для экономического восстановления, даже вернуть экономику в состоянии рецессии, более раннее ужесточение монетарной политики, мне кажется, может. Поэтому я сегодня делаю ставку на сохранение стимулов и на то, что американский доллар, индекс доллара, который сейчас котируется, в принципе, на тех же самых уровнях, что и во время нашего с тобой прошлого эфира, 90-50 около того. Я делаю ставку на то, что американская валюта должна сегодня просесть и вернуться к траектории нисходящему тренду, к медвежьей динамике, там с прежними целями в районе 89-ти. В связи с тем, что я делаю большую ставку на снижение курса индекса американской валюты, я рекомендую присмотреться к текущей динамике рынка от драгоценок, в частности золота, которая очень сильно провалилась за последние буквально несколько дней. Сейчас котируется на отметке 1858, причем 1850 уже несколько раз мы тестировали. Я предлагаю сделку по золоту выкуп с 1850, потому что если действительно доллар очень сильно сегодня просяли, рынок драгоценных металлов может оказаться серьезное восстановление. Кто знает, 30-50 долларов за одну торговую сессию, по факту такого мощного фундаментального фона, да и вполне логично и ожидаемо. Тейп профит по золоту 1900, стоп-лосс на отметке 1835. То есть золото и индекс доллара. Соответственно, если вы разделите мою позицию по американскому доллару, вы, в принципе, понимаете, что при таком сценарии все, что имеет отношение к риску, евро, фунт австралиец, новозеландец и канадец, должны будут очень сильно укрепиться. Там уже выбирайте то, что вам нравится, то, чем вы торгуете. Виталий, слово тогда тебе передаю. Видно рабочий экран? Крузится пока, но думаю, сейчас. Пока грузится. Видно? Видно? Да. Ну, смотри, по рынку. Напомню, что в прошлой неделе, позапрошлая я все время советовал шортить евро-доллар, покупка индекса доллара, шорт даже золота на какую-то коррекцию. И на сегодняшнем этапе, скажем, я, возможно, так больше склоняюсь к тем идеям, которые ты сказал. Почему? Потому что есть уже какие-то определенные коррекции. Даже вот я сейчас золото, да, вот когда мы на прошлой неделе общались, и даже в понедельник золото находилось так в районе 1900 долларов. Мы сделали неплохую коррекцию 50 долларов, подошли к неплохому уровню поддержки в районе 1850. Здесь мы видим, раз покупали золото, еще в прошлом месяце была такая борьба за данный ценовой диапазон. И сейчас, в принципе, те данные, которые ты назвал для покупок, в принципе, они возможны. Там, скажем, не супер-пупер, но логику поддержит. В принципе, могу дублирую по идее. Дальше аналогичный индекс доллара. Здесь тоже идет, как мы видим, вот я советовал покупать индекс доллара в районе там 89 с копейками, там 90 пунктов, локальные мы цели сделали, сейчас остановились возле уровня 90-50. И от этого уровня мы можем, в принципе, отскочить вниз. И поэтому, кто ранее покупал индекс доллара, есть два типа трейлеров, да, как мы знаем. Есть intraday трейдеры, которые там купили, заработали, а есть трейдеры, которые купили и удерживают на среднесрочный разорот. Поэтому я бы посоветовал эти сделки держать без убытки и захеджироваться евро-долларом, скажем, который я все время шарпил, захеджироваться покупками, потому что мы можем, как вариант, по евро-доллару в текущих расти. Аналогично, очень похожая картинка, как и по золоту. Мы тестируем уровень поддержки. На прошлой неделе с этой зоны мы выкупали. И сейчас мы можем или с текущих уйти в рост по евро-доллару, то есть можно купить, то есть цена 21.20 со стоп-лоссом где-то в район там 1.2070, да. Могут еще, как вариант, закинуть шпинку вот сюда и дальше уйти вверх, по аналогу, как было по фунту вчера, тоже я говорил в понедельник, что пока по этому инструменту шорт, он еще во вторник мы добили немножко пониже и закрылись снова выше уровней поддержки, поддержки где-то в районе 1.40, 1.70, 1.40, 1.90. И сейчас тоже вариант возможен с лонгом, потому что сильное накопление, это как вариант. Поэтому вот такие идеи на сегодня поддерживают золото, немножко не супернадежная идея, но возможен лонг и интересные цены. Обязательно стоп-лосс, который ты указал, не пересиживать, потому что если какая-то риторика будет меняться в связи с заявлением ФРС, то могут улететь очень-очень сильно по рынку. И то же самое евро, обязательно соблюдать риски. Цели для роста, ну как минимум к 1.22 и дальше, возможно, выше, если это все накопление коррекционное. Там уже будем по факту смотреть, что дальше будет рисоваться. Вдруг мы подойдем к уровню 1.22 и нарисуем какой-то вариант шорта. И удерживаем лонг индекса долларов без убытки. Если мы уйдем вниз, получаем без убыток для тех, кто удерживает. Для тех, кто не удерживает, то есть варианты только покупки золота, покупки евро-доллара от меня. Ну и по другим активам аналогично вся картина НЗД. Аналогично, как и фунт-доллар. Мы сделали вынос хорошего уровня поддержки в районе 0.71.30, плюс-минус, авторийский доллар аналогичный, сильный уровень поддержки. Канадский доллар, как говорил в прошлый раз, удерживаем лонги. Мы еще вчера показали еще один рост. Снова подошли тоже к сильному уровню сопротивления. Это в район 1.22. И отсюда тоже можем уйти вниз. Поэтому, кто покупал Канадский доллар, лучше, как вариант, часть зафиксировать, часть без убытки и так далее. Но это для тех, кто срочный торгует. По интродэй, они уже давно, я думаю, сфиксировались. Ну и по всем активам аналогично. То есть, картина, картинка. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Спасибо тебе, Виталий. Да, это, скажем, это такой переломный момент. Потому что, в принципе, за последние три недели шарты по евро-доллару отработались неплохо. Даже мы 3-4 раза советовали шартить, но неплохо отпадали. И вот эта вся коррекция, она, возможно, выглядит как снижение по евро-доллару, как коррекционное, и мы можем стрельнуть на них. Если сегодня будет сильный импульс вниз, и дневка уйдет на 100 пунктов, 150 вниз, то будем на коррекции, возможно, дальше уже продавать евро-доллар. Ну, и посмотрим, что фундаментально будет. Возможно, ты уже будешь менять свое мнение по рынку. Если, ну, как ты ранее говорила, если будут какие-то намеки на смену тенденции по повышению процентной ставки. Ну что, тогда следим еще раз, друзья. Очень жарко будет сегодня на закрытии сессии. Я думаю, что эта жара продлится до самого конца недели, а может и не только. Следующий эфир у нас с Виталием будет в понедельник. Ну и, конечно же, все это разберем, обо всем этом поговорим. Виталий, хорошего у тебя закрытия недели и хороших выходных. Ну, пока, удачи всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!